Всем привет! Меня зовут Виктория. Активную ссылку на свой инстаграм оставлю в описании под видео. Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по созданию корзин из джута крючком без использования каната. Данные корзины связаны плотным узором, благодаря чему достаточно хорошо держат форму. В следующих видео постараюсь добавить другие возможные варианты узоров для вязания корзин без использования каната. В данном мастер-классе мы свяжем донышко корзины бесшовным способом по спирали. Сделаем аккуратный переход от донышка к стенкам. Далее свяжем стеночки корзины основным узором бесшовным способом, как снаружи, так и внутри корзины. Также покажу, как сделать такую отвязку края и аккуратно завершить вязание и спрятать кончики. Всем приятного просмотра! Для вязания нам понадобится двухниточный джутовый шпагат. Толщина нити около 2 мм в плотность 1100 текс. Основной крючок номер 5-6. Вспомогательный крючок меньшего размера номер 3-4. Также понадобятся ножницы и маркер. Вязать будем нитью в два сложения. Это значит, что вторую нить можно достать изнутри бобины, если нет бумажной втулки внутри. Либо вязать из двух разных клубков или бобин. Итак, приступим. Делаем кольцо амигуруми. Захватываем рабочую нить и провязываем петлю. Ее в счет мы брать не будем. Накидываем рабочую нить на указательный палец левой руки. Придерживаем мизинцем и безымянным пальцем. Далее в кольцо необходимо провязать 6 столбиков без накида. Вводим крючок в центр кольца, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. И после подтягиваем нить. Столбики считаем по количеству косичек. Их должно быть 6. Провязываем еще один столбик. Далее необходимо потянуть за свободный конец нити и придать форму кольцу. Итак, первый ряд готов и далее будем вязать по спирали. Крючком меньшего размера подготовим первый столбик. И далее необходимо замкнуть кольцо, провязав соединительный столбик. Для этого вводим крючок под косичку первого столбика, захватываем нить и протягиваем сквозь петли. Начинаем вязание второго ряда. Во втором ряду нам необходимо все столбики удвоить. То есть в каждый столбик без накида предыдущего ряда провязать по 2 столбика без накида. Таким образом во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков. В первую петлю первого ряда вяжем 1 столбик. И в эту же петлю еще один. Итак, продолжаем далее. В каждую петлю первого ряда по 2 столбика без накида. Обратите внимание, что при захвате нити ее необходимо вытягивать до уровня петли на крючке. А после провязывания столбика слегка подтягивать нить. Таким образом наше вязаное полотно будет однородным, столбики ровными, а между ними не будет больших просветов. Пересчитаем столбики по звеньям косички, их должно быть 12. Еще раз хорошо подтянем свободный конец нити, чтобы не осталось в центре отверстия. И далее будем его ввязывать в полотно. Прежде чем начать вязание третьего ряда, нужно запомнить одно простое правило. Количество прибавок в каждом ряду будет одинаковое. 6. Независимо от номера ряда и размера донышка. А количество петель между прибавками будет увеличиваться на одну с каждым новым рядом. Так в третьем ряду между прибавками будет по одной петле, в четвертом по 2, в пятом по 3 и так далее. Начинаем вязание третьего ряда с одиночной петли и ввязываем свободный конец нити. На этом этапе рекомендую применять маркер, чтобы каждый раз впоследствии не искать начало ряда. Следующую петлю делаем прибавку и провязываем 2 столбика. Далее следует одиночный столбик. Снова прибавка. 2 столбика в одну петлю. И далее одиночный столбик. Так продолжаем до конца ряда, чередуя 1 одиночный столбик и 1 прибавку. Субтитры создавал DimaTorzok 2 столбика. 3 столбика в одну петлю. Так как прибавок в каждом ряду по 6, так и количество петель с каждым рядом будет увеличиваться на 6. То есть в третьем ряду должно получиться 18 петель. итак перед вязанием четвертого ряда необходимо запомнить второе правило прибавки в каждом новом ряду делаем со смещением на одну петлю относительно прибавок предыдущего ряда а если все же выполнять прибавку над прибавкой в результате получим не круг а шестиугольник итак смотрим где располагаются прибавки в предыдущем ряду и в следующую петлю после них делаем прибавки в новом ряду четвертом ряду между прибавками необходимо провязать две одиночные петли начинаем четвертый ряд с прибавки провязываем и переставляем маркер далее следует два одиночных столбика снова прибавка и два одиночных столбика для наглядности хочу показать вот прибавка третьего ряда и со смещением на одну петлю следует прибавка четвертого ряда таким же образом продолжаем вязать далее до маркера чередуя одну прибавку два одиночных столбика довязали четвертый ряд в пятом ряду необходимо будет чередовать одну прибавку с тремя одиночными столбиками но в начале ряда не всегда получается выполнять это правило поэтому провязываем столько одиночных столбиков сколько возможно далее делаем первую прибавку ориентируясь на прибавку предыдущего ряда а далее вяжем по правилам 3 одиночных столбика 1 прибавка и так вот прибавка предыдущего ряда провязываем в нее два одиночных столбика, ставим маркер и в петлю, следующую за прибавкой предыдущего ряда, провязываем прибавку в новом ряду. Далее продолжаем вязание как полагается в пятом ряду, три одиночных столбика, одна прибавка. Продолжение следует... Таким же образом вяжем далее до маркера, до конца ряда. Еще раз хочу обратить внимание, как со смещением на одну петлю располагаются прибавки в каждом новом ряду. Довязали пятый ряд до маркера, начинаем вязание шестого ряда. В шестом ряду прибавки будут чередоваться с четырьмя одиночными столбиками. Не забываем при этом в каждую первую петлю нового ряда ставить маркер. Вяжем четыре одиночных столбика, делаем одну прибавку и так чередуем до конца ряда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, думаю, принцип вязания круга понятен. Придерживаясь всего нескольких простых правил, можно связать донышко необходимого размера. Напомню еще раз. Первый ряд в кольцо амигуруми вяжем шесть столбиков без накида. Второй ряд шесть столбиков удваиваем, получаем двенадцать. В третьем ряду между прибавками провязываем по одному одиночному столбику. И далее с четвертого ряда количество столбиков между прибавками увеличивается на один. Таким образом, в четвертом ряду между прибавками провязываем два столбика, в пятом ряду три, в шестом четыре и так далее. При этом количество прибавок в каждом ряду одинаковое. Независимо от номера ряда, их всегда остается шесть. Прибавку в каждом новом ряду делаем со смещением, то есть в петлю, следующую за прибавкой предыдущего ряда. Следуя этим правилам, провяжем донышко самостоятельно до необходимого размера. Таким образом, я провязала еще два ряда. Общее количество рядов 8, количество петель по кругу 48. Мой диаметр донышка 15 сантиметров. На данном этапе следует учесть еще один момент. В итоге готовый диаметр корзины после вязания стенок будет на 1 сантиметр больше. Чтобы края донышка были ровными, не заворачивались, необходимо провести влажно-тепловую обработку. Прогладить через ХБ ткань без сильного нажатия на среднем уровне пара и температуры с обеих сторон. Здесь главное не переусердствовать, так как джут под воздействием влаги становится более мягким. Для красивого перехода от донышка к стенкам нам необходимо закрыть ряд и сформировать завершающую петлю. Для этого обрежем нить и оставим свободный конец длиною примерно в метр. Для корзины высотой около 10 сантиметров этого будет вполне достаточно. Этот так называемый хвостик нам понадобится для бесшовного соединения каждого ряда стенок корзины. Чуть позже детальнее расскажу, как более точно рассчитать его длину. Итак, для завершения ряда нам необходимо вытянуть нить и повторить в точности форму следующей петли. Вводим крючок под обе дужки петли, которая располагается через одну от конечной. Захватываем нить и протягиваем ее. И далее возвращаем нить в то место, откуда вышла она из петли. Расправляем все петельки и придаем им нужную форму. Приступаем к вязанию стенок. Для этого будем вводить крючок в центр косички. Захватывать ее верхнюю часть, а также перемычку под косичкой. Берем новую рабочую нить в два сложения. Оставляем небольшой свободный конец, который сразу будем ввязывать в изделие. Вводим крючок в завершающую петлю донышка, захватывая верхнюю часть косички и перемычку под косичкой. Вытягиваем петлю. Провязываем первый столбик и подтягиваем все концы нитей. Далее аналогичным способом провязываем следующие столбики по кругу. Чтобы петельки были ровными, не забываем при захвате рабочей нити вытягивать ее до уровня петли на крючке. А после провязывания столбика подтягивать нить, чтобы не было просветов между ними. Далее провяжем самостоятельно и встретимся в конце ряда. После провязывания каждого ряда стеночек обязательно придаем им нужную форму. При вязании первого ряда таким образом у нас получается ровная окантовка донышка. Далее необходимо завершить вязание первого ряда. Распускаю последнюю петлю и покажу более детально. Чтобы в итоге не осталось просветов, обязательно нужно подтянуть предпоследнюю петлю ряда. И далее рабочей нитью провязываем только первую часть петли. Далее меняем рабочую нить на так называемый хвостик. И уже ним формируем завершающую часть петли. И теперь ним повторяем фактически те же действия, как и при завершении вязания донышка. Вытягиваем нить, вводим крючок под обе дужки первой петли ряда, захватываем нить, протягиваем ее и возвращаем в то место, откуда вышла нить из петли. Все эти манипуляции нужны для того, чтобы стеночки корзины были абсолютно бесшовными, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Но если вас шов не смущает, можно выбрать и любой другой способ соединения ряда. Подтягиваем все кончики и расправляем петли. Снова вяжем ряд весь рабочей нитью, а свободным концом будем выполнять только завершение ряда. Со второго ряда начинаем формировать узор. Первая петля вяжется в раскол, то есть вводится крючок в центр петли. Следите за тем, чтобы и с обратной стороны крючок также вышел из центра петли. Захватываем нить, вытягиваем ее и провязываем столбик. Следующую петлю будем вязать в основание петли, то есть вводим крючок под столбик. И так будем чередовать далее до конца ряда. В раскол, в основание, в раскол, в основание. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы сам узор выглядел аккуратно, необходимо после провязывания именно длинных петель расправлять сразу нить. Продолжим далее вязание второго ряда самостоятельно, встретимся в конце ряда. В конце каждого ряда будем выполнять одни и те же действия. Напомню еще раз. Первую часть последней петли провязываем рабочей нитью, завершающую ее часть провязываем свободным хвостиком. Как же определиться с длиной свободного конца нити? Его размер будет зависеть от необходимой высоты корзины и количества связанных рядов. Проверяла экспериментальным путем, провязав и распустив нить. На завершение одного ряда понадобится около 5 см нити. Для вязания корзины высотой 10 см данным узором необходимо будет провязать 15 рядов. Если на каждый ряд уходит около 5 см нити, 15 умножаем на 5, получаем 75 см. Таким образом, на 10 рядов необходимо 75 см свободного конца нити. Для корзины большей высоты можно составить пропорцию и рассчитать длину нити самостоятельно. Завершили вязание второго ряда. В третьем ряду будем вязать петли в шахматном порядке. Петлю, связанную в раскол, вяжем в основание, а петлю, связанную в основание, вяжем в раскол. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Благодаря такому узору формируются плотные стенки корзины, которые достаточно хорошо держат форму. Завязали третий ряд до конца. Не забываем после вязания каждого ряда придавать форму стенкам корзины. И снова аналогичным способом будем формировать завершающую петлю ряда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все последующие ряды вяжем в шахматном порядке идентичным способом до необходимой высоты корзины. Провязала основным узором до нужной мне высоты. Хочу отметить, что обвязка края добавит к общей высоте еще плюс 2 см, поэтому нужно это учитывать. Хочу детально показать место перехода на каждый новый ряд внутри корзины. Действительно, никакого шва абсолютно не видно. Главное перед началом каждого нового ряда рабочую нить поднимать вертикально вверх, а не со смещением в какую-либо сторону, чтобы не образовалось вытянутых петель по изнанке. Итак, приступим к обвязке края. Первый ряд обвязки будем выполнять обычными столбиками без накида, но за заднюю стенку косички. Вводим крючок в центр косички, захватываем нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик без накида. Также вытягиваем петли до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания столбика подтягиваем нить. Таким же образом продолжаем вязать далее до конца ряда. И снова первую часть при провязывании последней петли ряда выполняем рабочей нитью, заключительную часть свободным концом нити. Вытягиваем ее и формируем завершающую петлю. Поправляем все петли и подтягиваем нити. Второй ряд обвязки будем выполнять удлиненными петлями. Для этого вводим крючок в основание петли предыдущего ряда, вытягиваем нить и провязываем столбик. Сразу же в процессе вязания расправляем петельки для аккуратного внешнего вида. Продолжим вязание самостоятельно до конца ряда и абсолютно аналогичным способом, как и все предыдущие разы, выполним завершение ряда. Закрыли данный ряд с помощью свободного хвостика. На этом этапе можно было уже и остановиться, но мне для большей плотности верха корзины захотелось добавить еще один ряд обвязки. Это обвязка соединительными петлями. Вводим крючок в центр косички, захватываем нить, вытягиваем петлю. Далее вводим крючок в центр второго звена косички, захватываем нить и протягиваем сквозь петлю на крючке. Так продолжаем далее. Провязав несколько петель, следует посмотреть, не стягиваете ли вы данным способом обвязки верхний край корзины. Если же это произошло, то следует распустить и вытягивать соединительные столбики чуть большего размера. Довязали до конца ряда, теперь необходимо выполнить завершающую петлю ряда. В данном этапе можно обрезать рабочую нить, оставив небольшой конец. Шить последний ряд именно ним. Вытягиваем нить и формируем заключительную петлю. Теперь необходимо аккуратно закрепить нити и спрятать свободные концы. Во избежание утолщений это лучше сделать в разные стороны. С помощью крючка делаем петлю и аккуратный узелок. Хорошо его затягиваем. Свободные края нити и узелок прячем под петли с изнаночной стороны. Также поступаем и со вторым концом нити. Только в противоположную сторону. И в завершение обрезаем оставшиеся концы нити. Если данное видео было для вас полезным, оставляйте свои отзывы, комментарии, делитесь с друзьями. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи в новых видео!